как часто мне встречаются такие вот вопросы и отзывы на всяких наших маркетплейсах где продается гильтек например или другие какие-то косметические средства на форумах крем не работает сыворотка не работает тоник не оправдал ожиданий надо конечно же нам разобраться какие вообще могут быть ожидания от косметики и что такое завышенные ожидания потому что к сожалению завышенные ожидания это одна из причин отрицательного мнения о каких-то средствах до косметических например это причина того что человек теряет время теряет деньги но не достигает того результата который он бы хотел используя то что в общем-то для достижения этого результата не предназначено так вот какие могут быть завышенные ожидания я бы хотела сгруппировать во-первых то что крем или сыворотка уберет морщины уберет их совсем это конечно же завышенные ожидания то что крем берет избыток кожи зачастую люди перебирают по 15-20 разновидностей крема для зоны вокруг глаз надеюсь что избыток кожи под глазами мешочки или мимические морщины куда-то исчезнут только от того что вы наносите этот крем или сыворотку какие бы обещания не давал производитель все равно у косметических средств используемых наружно всегда есть какой-то ограниченный диапазон возможностей и это конечно же хорошо бы понимать второй распространенный вариант завышенных ожиданий это то что косметика вылечит акне ну или любой другой окноформный дерматоз то есть будет являться по сути лечебным средством от воспалений и очень часто люди попадают в ловушку собственных завышенных ожиданий покупая допустим средства которые предназначены до для ухода за проблемной кожей но не для лечения и и опять-таки теряют время запускают процесс воспаление становится больше они становятся глубже потом образуются рубцы и в итоге это все может плохо кончится если человек вовремя не пойдет дерматологу и не остановится в своих экспериментах третье заблуждение очень распространенное то что косметика способна вылечить розация розация не способны даже медикаменты вылечить и различные лазерные методики являются лишь вспомогательными при этой довольно таки интересные патологии которая до сих пор не имеет какого-то четкого определения ее причин это тоже достаточно распространенный такой момент следующий вариант это то что средства для ухода за кожей тела например могут убрать объемы когда человек покупает какой-то антицеллюлитный гель или крем и надеется что его 52 размер станет 46 без физических нагрузок диеты всего прочего что по каким-то маломановению волшебной палочки и волшебного флакончика куда-то денутся жировые отложения соединительной ткани которые окружают гипертрофированные жировые клетки конечно же это тоже очень очень завышенные ожидания и они довольно таки распространены и последним я бы наверное отметила пигмент когда человек покупает отбеливающие средства зачастую агрессивные менее агрессивные и рассчитывает на то что это отбеливающие компоненты сотруд пигмент с его лица как ластик и некоторые маркетологи любящие давать обещания которые невозможно выполнить так и пишет ластик для пигментации там называя свой крем на самом деле это тоже конечно же завышенные ожидания до пигмент поверхностно расположены можно убрать отбеливающими компонентами но глубоко расположенную дермальную пигментацию порой не может убрать даже лазерный луч так что все-таки могут сыворотки и кремы то есть наружные средства в первую очередь они могут увлажнить кожу нам это необходимо и с этим они справляются очень хорошо они могут улучшить микроциркуляцию за счет сосудоукрепляющих компонентов каких-то компонентов активизирующих капиллярный кровоток верхних слоях кожи то есть как бы это дермальные капилляры улучшить например за счет этого уменьшить темные круги под глазами улучшить цвет лица эта косметика вполне с этим справляется и например если есть отечность пастозность тоже косметические средства в купе с элементами лимфодренажа при нанесении этих препаратов в идеале тоже достаточно хорошо убирают вот эти функциональные отеки если не связаны с какой-то внутренней патологией интенсивность поверхностной пигментации и выравнивание тона с этим прекрасно справляется большинство отбеливающих средств с такими компонентами как кислоты как коевая кислота арбутин экстракты солодки там допустим какие-то более продвинутые ингредиенты пептиды отбеливающие вот и таких средств достаточно много на рынке не все они работают одинаково эффективно но в основной массе работает если их правильно применять не ждать них слишком многого очень хорошо косметические средства работают с гиперкератозом который ну то есть повышенное роговение эпидермиса который дает тусклый цвет лица который мешает активным ингредиентам тем же увлажняющим сосудокрепляющим проникать сквозь роговой слой через вот этот слой мертвых кератиноцитов который плохо отшелушивается сам порой и как раз энзимы и мягкие кислоты в небольшой концентрации с не очень низким ph регулярном уходе помогает очень хорошо работать с гиперкератозом делать кожу гладкой придают такое гладкость сияние и очень такой хороший ухоженный вид то есть это как раз то что косметика может витамины антиоксиданты витамин c витамин ерис вератрол очень хорошо работают тоже с улучшением микроциркуляции света митца с гладкостью кожи придают так называемое внутреннее сияние также косметика конечно может содержать и как вот например наш сырка витаматрикс декоративные элементы то есть светоотражающие частички которые усиливают этот эффект визуально но это тоже неплохо главное я считаю свойство косметики которая нам прям вот необходимо это защита от ультрафиолета потому что фотостарение какие-то проблемы с пигментом это как раз действие ультрафиолетовых лучей и поэтому надо всегда использовать spf в зависимости от ультрафиолетового индекса который может посмотреть прогнозе погоды я уже миллион раз об этом говорила в разных наших видео и защита от ультрафиолета это то чем нельзя пренебрегать так называемый еще есть элемент как антиполюшин да то есть защита кожи от агрессии внешней среды поддержка микрофлоры те же самые пробиотики пребиотики в составе косметических средств какие-то барьерные элементы которые защищают кожу от грязного воздуха например от перепадов температуры так далее то есть это все то с чем косметику очень хорошо справляется то есть восстанавливает барьерную функцию например и поэтому если мы это все будем учитывать ожидать от косметики то что она может улучшать состояние и качество нашей кожи и дополнять как говорится косметику правильным лечением если наша кожа требует его в случае там тоже сама окна или розация и другими какими-то корректирующими методиками пользоваться то тогда мы получим золотую середину то есть оптимальный результат если у вас есть какое-то свое мнение по этому поводу дополнения я буду очень рада побеседовать на эту тему в комментариях может вы с чем-то сталкивались тоже подобным подписывайтесь на наш канал жмите на колокольчик чтобы первым узнавать о выходе наших новых видео и до новых встреч